всем привет и снова я ивлев шеф-ченнел с вами и готовлю для вас ребят не удивляйтесь сезон адской кухни закончен на ножах тоже сняли у меня остался реквизит и почему бы его не использовать в домашней готовке реквизит который я на соответственно съемка сегодня с вами буду готовить щи с квашеной капустой копчеными свиными ребрышками и ароматом кумина не знаю у меня мама это готовит это безумно очень вкусно она еще добавляет сухие белые грибы поэтому я не знаю насколько это наш семейный рецепт но я его знаю с детства а вот следующий раз я буду готовить для вас щит классические ну как классические сваренные на курице да короче какие классические по ивлевски все как всегда по ивлевски потому что я ивлев я на ивлев шеф-ченнел вы в том числе на моем канале значит это все мое нам понадобятся свиные копченые ребрышки лучше всего варено-копченые сухие белые грибы и кумин картофель зелень ассорти петрушку и укроп квашеная капуста ну и конечно лук морковь пассировку делаем классическую этого количество будет достаточно поэтому иду пассировать масло достаточно много но сразу наперед скажу нервничать не надо потому что мы потом будем все откидывать на сито все получится так как надо вообще в птву когда я учился меня учили что сначала надо прижаривать морковь потому что якобы морковь там по структуре своей намного плотнее жарится дольше и тому подобное я наверное первые несколько месяцев слушал ну а потом уже когда попал на практику и сам начал смотреть как делают старшие товарищи и плюс результат я понял что если честно пофиг если правильно самому все делать неважно кто идет первый в топку главное чтобы голова на плечах было помимо растительного масла я конечно же буду еще использовать свое любимое сливочное масло пассировочка должна быть очень свои увидите она должна быть вы сейчас и увидите она сейчас вы увидите ой 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 но сливочное масло пока я не добавляю я пока его только подготовил пока у нас готовится пассировка я сейчас как раз буду делать щи что мне для этого нужно ребра и зира она же кумин сразу скажу что готовить мы будем на воде но при этом у нас будет очень хороший и насыщенный бульон во которых от белых грибов а во вторых конечно же от свиных ребрышек пассировочка обжаривается очень важно контролировать чтобы они реально равномерно и хорошо прижарились поэтому если что с девятки можно убрать на сухую беру и закидываю копченые ребрышки хочу чтобы они немножко раскрылись прижарились начало вытапливаться масло ненужное тем самым быстрее обогатиться аромат и вкус вот в эту пассировку я начинаю вводить сливочное масло и достаточно такой хороший шматок тем временем чтобы не останавливался процесс я буду нарезать картофель для щей у меня в семье очень любим картошку картошка всему голова поэтому картофан идет почти во многие супы или во многие супа самое главное картошку надо нарезать так чтобы рот радовался то есть данном случае капуста нарезана очень тонко это мой батя 100 лет нереально капусту просто какой-то чемпион мира а здесь уже сливочное масло растапливается ты посмотри что начинается не спеша я добавляю кумин немного но он должен быть вот сейчас тоже аромат пойдет и ты можешь передать людям а пошел значит на итальянском будет слово хорошо а че прижарилась начали уже работать до начали писать всякую херню откуда чистая вода у явля течет залил я всю историю водой добавил кумин я делаю щи лучше всего брать такую сладковатую не на дочь кислую брать щи на свой манер я не в русском стиле но то что у меня рубашку русской это не значит я прям пипец какой я не сырников короче и не пескунов я являю вот она какая вот она кстати помните как-то я задавал вопрос почему я не кладу в борщ пассировку было достаточно мало правильных ответов вот в этом рецепте пассировка сыграет очень важную роль потому что она даст супу и сладость и даст конечно же цвет вы посмотрите какой золотистый цвет становится легкую кислотность который у нас от капусты я буду добавлять белые грибы это придаст и цвет но и конечно же сумасшедший аромат белых грибов я беру сито как я говорил лишний холестерин нам не нужен пассировка очень правильного цвета она полностью готова видите морковь какая стала золотистая лук стал прозрачным ведьковое масло золотистая вот еще раз повторюсь вот от такого масла будет только самое лучшее вкусное посмотреть какое масло до кипения поварится укроп и петрушка вместе со стеблями вот для щей в данном случае я считаю что это очень круто и безумно очень ароматно супу сразу же добавится несколько баллов лета вот так вот крупно никакой базилик никакой тимьян никакой розмарин значит учитывать то что у нас есть и картофель крахмал и свинина значит на сто процентов будет выходить пена еще раз для супер одаренных поваров и знатоков русской кухни я готовлю свой рецепт кислых щей поэтому всякую ахинею писать о том что я неправильно приготовил и тому подобное не надо ребят я как раз ваши идиотские комментарии не читаю я читаю нормальную хорошую критику шеф ты бог шеф шеф ты толстый жирный красномордовый и бухающий даже таких дебилов читаю но не бухаю а хотя нет думайте что хотите после такой еды не грех и бухнуть белые грибы сразу хочу сказать я не хочу очень яркий вкус я хочу чтобы он оттенил поэтому слишком много не надо этих грибов добавлять и лучше всего когда вы их вот так вот слегка порвете сухие грибы скажем чтобы они были не полностью там раскрылись как чай жасмин а кусочками также теперь я добавляю сюда пассировку с небольшим количеством все-таки масло для цвета вещь как и соответственно пассировка опс о то что я говорил видите какой сразу цвет начинает давать то здесь уже пассировка на в отличие от борща играет очень важную роль один лаврушка однозначно чуть-чуть добавить перца конечно же горошком не душистый просто черный перец гасить всю эту историю я буду солью и конечно же добавлять небольшое количество сахара надо мешать почему потому что все-таки квашеная капуста она как часто и как правило бывает в банках прессована это как пролеженные знаешь вот такие вот бывают чтобы их не было надо постоянно мешать чтобы кислотность она постоянно вымывала скажем так капусту это не рассольник поэтому сюда не надо будет добавлять никакую не лимонную кислоту никакой здесь достаточной кислотности именно от квашеной капусты теперь я сюда ввожу большую количество зелени еще один очень важный момент цвет нам дала пассировка золотистый но и вот такой вот приглушенный скажем так кричневатый цвет дают белые грибы вот белые грибы сухие мы добавили проварили еще в 10 минут и все и это настоящее нереально вкусно баба но бзик у меня такой был всегда плиту вытирать друзья мои я обязательно всем советую приготовить эти щи ради только одного аромата но в принципе все кто готовит по рецептам моим по заимствованным на ивлюшев ченнел они знают о том что это не только ароматно но и самое главное это конечно же безумно безумно вкусно я делюсь с вами самым сокровенным это своими рецептами которые я разработал переработал или сохранил скажем так от бабушек от мам от своих коллег у кого я учился и как всегда по желанию ложка сметаны щи из квашеной капусты с копчеными ребрышками и белыми сухими грибами готово приятного аппетита очень много порядка около 300 рецептов пришло под хэштегом готовь как шеф ивлев выбирать было сложно но я выбрал мне очень понравилось вот эта девочка солим перчим объявляя ее победителем почему ну во первых видно что девочка а точнее ее родители очень хорошо подготовились творчески помогли девочки не убить наоборот разогреть интерес кулинарии это является таким я считаю амбассадором современного мира когда дети должны самого детства уметь готовить не обязательно девочки или мальчик почему да потому что еда это мы мы это то что мы едим поэтому мне хочется в данном случае наградить эту девочку очень приятными подарками солим перчим побеждает эта девочка покажет свой рецепт как она приготовила картофельную запеканку а точнее картофельный готов ну и конечно же от наших партнеров это компания тифаль мы еще дарим чайник чай пить не дрова колоть и так друзья мои это не значит что мы останавливаем наш флешмоб готовь как шеф ивлев он продолжается потому что не за горами старт съемок очередного сезона точнее 4 сезона адской кухни и у вас будет возможность попасть на один из ужинов поэтому продолжаем присылать мне рецепты ну а я как и обещал и обещаю в конце каждого месяца буду выбирать победителя так что готовь как шеф ивлев и попадешь на адскую кухню всем привет сегодня я для вас приготовлю картофельный гратан по рецепту ивлю чистим картошку волшебная шррше что за бутонка нарезать картофель надо спеть волшебную песню это ты этой сме repeatedly kiloro сейчас мы будем обжаривать лук блин моя меня я порог довела и обжаренный лук и выливаем сливки Песнок Перемешиваем и на огонь Ой, опять забыли мускатный орех Мешаем, мешаем Оставляем на 10 минут, чтобы чуть-чуть остыло Засыпаем сыром Ммм, уже хочется съесть А теперь, чтобы картошка получилась еще вкуснее Надо станцевать лесбинку Разгротан готов, приятного аппетита